Это событие, которое в любом другом районе страны выглядело бы как обычное, даже заурядное, здесь, на Соколине, приобретает особый, глубокий социальный смысл. Известно, что единственная в нашей стране островная Соколинская область до недавнего времени не имела постоянного коренного населения. Приезжали люди, как правило, по оргнобору и, проработав на островах 2-3, максимум 5 лет, возвращались на материк, в родные края. Сказывались и нелегкие, конечно, природно-климатические условия, но особенно чувство оторванности от большой земли, отсутствие надежных транспортных связей, перебои в снабжении свежими овощами, молочными продуктами. Ушло это время. Всего за три десятилетия на Соколине и Курилах по существу заново построено 19 городов и около 50 крупных поселков городского типа. Создано более 40 специализированных совхозов, птицефабрик и животноводческих комплексов, которые круглый год обеспечивают сахалинцев и курильчан картофелем, овощами, столовыми корнеплодами, яйцами, молоком. Построено более 5000 километров автомобильных дорог, большое количество аэропортов. В корне изменило транспортные связи Сахалина с материком морская паромная переправа Ванина-Холмск. В одно время с москвичами и даже раньше их сахалинцы читают сегодняшние центральные газеты, 85% населения области смотрят передачи центрального телевидения. Все это в корне изменило сам уклад жизни, характер и психологию сахалинцев и курильчан. Теперь острова в океане это родная для них земля и с каждым годом становится все больше людей, которые хотят остаться здесь навсегда.